Всем привет, с вами Шуха, это рубрика Колесо Фортуны. Суть вкратце, в общем 7 предметов, пронумерованных от 1 до 7. Как игра стартанет, гость пишет Roll1.7 в общем чате. И первым слотом собирает шмотку под выпавшей цифрой. Условно выпало 5, а это всегда рапира. Также участник имеет право закупиться на 1600 голды, купить условный сапог, боттл, стики. Естественно, расходники не в счет, но дальше уже что выпадет рандомом. Гостем рубрики будет самый первый грандмастер на SF, стример Юра Абсолют в прошлом, правда 3 шестерки. На SF у него более 7000 матчей и огромное количество хайлайтов. Кстати, обязательно смотрите до конца, так как в этой игре вражеский мидер вызвал Юру в лобби на дуэль после игры. Приятного просмотра. Че у нас тут, ребятки? Сегодня у нас Колесо Фортуны, 4100 МР, видите? Сегодня с нами Юра, Юра Абсолют. Здорово. Видите, давай его на выпучке, выпучка есть, все нормально. Мистер Абсолют в прошлом, правда, 666. Многие просили, писали по завету, СФ от топового, туда-сюда. Вот, давай пока нажмем. И что значит еще? Наверное, я уже сказал или нет, я не помню. Колесо Фортуны. Мистер Абсолют, я же объяснил правило. То есть ты сам знаешь, да, что ты 3 шмотки выбираешь, 4 добавляю я, у тебя есть 1600 голды. Вот, поэтому можешь пока что назвать 3 предмета, которые ты хотел бы взять. Смотри, Боттл, Тапок и Виндлендс. Нет, это 1600 голды. Первые 3 предмета из списка. А, смотри, этот, Еул. Ага, Еул на первом, да, слоте будет? Еул. Пусть будет Аркейн Блинг, так как больше дешевые шмотки я не могу брать. Обычный Даггер, мне нужна Аркейн, да? Пусть будет Аркейн. Давай БКБ. Четвертый слот, ребят, можно дальше выбираю я, понятное дело. Пусть будет Даггон третий. Так, наглая Рапира на пятом слоте, как всегда. На первый ролл пойдет, мне кажется. Так, шестой слот. Пусть будет рефреш. Знаешь что, я передумал. Я меняю эти некоторые слоты. Седьмой слот это Гарпун. Неплохо. Будешь притягивать себе. Давай второй, третий, Гарпун, первый койл. Нормально? Я буду под реквием притягивать. Да, да. Дальше. Третий Даггон мы меняем на дисперсер. Дальше Рапирка и рефреш. Все? Нормально. Смотри, слоты я тебе скину, чтобы ты не думал, что какие-то махинации будут. То есть список. Чтобы ты видел, когда ты написал ролл, что выпало и что тебе конкретно. В Дискорде я тебе бросил. Вот, ребятки, нашли катку. Кстати, что хотел сказать насчет Юры. Наверное, вы не знали, но давайте я спрошу. Юр, я-то уже знаю информацию. Скажи просто зрителям, сколько у тебя игр на SF? На одном аккаунте у меня, который топ-1 в мире по матчам, 7000. Ну, дотобав показывают 6900 и другие сайты. Это является топовый аккаунт по количеству матчей из всех игроков в мире. На SF? Да, всего, я думаю, на 500 больше. То есть 7500 примерно у тебя матча на SF? Это самый высокий показатель в мире. И еще, насколько я знаю, насколько мне писали твои зрители и вообще мои подписчики, что ты первый гранатмастер на SF, правильно? Да, первый в мире. Много видосов я об этом видел в Ютубе и на сайте STRATS и так далее, где подтверждение идет по дате. Там мой ник стоит первым самым. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что там у нас за SF такой. Что ты умеешь? Как бы смотри, расходники не в счет. Можешь купить на 1600 голды себе шмотать. Пока что ничего страшного среди врагов я не вижу. Ноль контроля драфта. Вообще ноль, да. Игра в мейнпуле, то есть у всех много матчей на аккаунтах. Да, да, да. Это не смурфпул. В принципе, закуп стандартный. Иногда есть такая фишка, я хожу против милишников, таких как Бруда, без танго. Давай я даже это сейчас сделаю. Давай. Я такое видел только у Сыкаева папарацци. Папарацци тоже задрот SF. Ну слушай, папарацци в свое время просто был батьком 1 на 1. Да. И на SF всех выносил, ну, без шансов. Какой-то робот играл. Там не Miracle, Miracle, кто бы там ни был там, как бы... Конечно, это зависит от индивидуального его опыта. Если у него много игр 1 на 1, он не проиграет никаким Miracle и так далее. Знаю мне, что Бруда пишет. Это твой фанат, который не верит, что это абсолютно настоящий? Навряд ли он знает. Просто ему ник мой не понравился. А давай ему вопрос зададим просто. Что спросить? Не, просто вопрос. А потом, когда убьем, паузу с вопросом тоже напишем. Таких надо, таких надо. Я вот такие замесы врублю. Ну давай, давай, сейчас надо Илюша третий, надо доказать его. Ты и три минуты не простоишь. Все, все. Может потом ради контента пойдем с ним в лобби поиграем? Давай сыграем, давай сыграем. Почему нет? Все, все. Ну для тебя мотивация. Сейчас я тебя меньше буду отвлекать, для тебя мотивация. Чтобы ты прям его задушил и наказал. Сейчас я его подушу прям сильно, я думаю. Так, единственное, что... Как мне камеру держать? А, вот она сама пошла за моим героем. Блок крипов за Дайер. Я тоже, знаешь, F1 нажимаю, зажимаю просто. А тут как-то странно она идет, понял? Очень странно, неудобно, но все равно. Я думаю, за Дайер Блок крипов я не проиграю. За Дайер проиграть его невозможно. Ну потому что линия длиннее, да, насколько я знаю? Да. Да-да, видишь, так и есть. Еще брудишка, братишка. Возможно, не достал. Достал вроде. Достал? Вроде достал. Ну слушай, знаешь, с чем прикол у тебя двух кайлов против милишника? Ты всегда забираешь пачку? Да, зазонил его. Да, ты просто на халяву забрал сейчас крипов, а он... Потому что на нем стаки не может подойти. Даже если он не подставился, ты его не убил, типа, но зато ты крипов забрал. Пожадничал и не успел добить. Зареагрил, чтобы заденайть. Да-да, ты хотел сделать по-хитрому, но из-за того, что два дальника у тебя не получилось. Я всегда все делаю именно, и дена, и ласхит стараюсь. Кто не понял, ребят, он за собой зареагрил крипа, вражеского милишника Коцу, но я хотел своего добить там, и этого пока он бежит убить потом, чтобы милишники его свои не фигачили. Ну это такое, да, это тоже хайпотестные мубы такие. Один койл заряд дал, но ничего страшного. Думаешь, тоже какой-нибудь полубустер на бруде попался? Я сейчас сразу скажу, насколько он ПТ сыграет. Отходит от третьего. Бутылка идет. А он еще видел этим стоит, моделькой? Да-да, сложно, видишь, я целился. Да, он такой, ну, такой прошаренный чуть-чуть. А на бруде в основном такие играют. Согласен. Мало кто просто так на своем рейтинге на 3-4К будет бруду пикать. Только те, которые нас смотрели с видосов, или либо реальные бустеры. Обычно так это происходит. Так, пугаем его, чтобы не подходил. Он сейчас думает, а-а-а, я шестой возьму. Я могу койл дать и забрать. Меня видишь, миссы на мне висят. Койл по грифам и руну. У меня видишь, еще три манго осталось. Угу. Ну да, и надо побольше кайлов давать. Ребят, я нашел крутейший, а самое главное чистый сайт Dragon Money. Тут множество классных и интересных игр. От рыцаря, который открывает двери в поисках золота, до всеми любимых краша. И также из самых популярных есть Jackpot Game, Больше или Меньше и Лотерея. Я поиграл на всех режимах, и мне больше всего понравился рыцарь, который открывает двери. Суть простая. Ты выбираешь количество драконов, в моем случае я выбираю одного. От этого зависит возрастание коэффициента с каждой дверью. Естественно, чем больше драконов, тем всегда выше коэффициент. Ну и ставим сумму 500 монет. Это все индивидуально, каждый делает по-своему. Далее, мы попадаем в игру, и наша задача выбрать дверь. Их тут 9 штук, но в одной из них сидит дракон. Главное не нарваться на него. Просто по чуть-чуть выбираем двери, к примеру ближайшие. Потом чуть подальше, ну и в таком духе. Мне многого не надо, дойду до коэффициента ближе к дому и вывожу в выигрыш. Также на сайте имеется лайвчат, где можно пообщаться с другими игроками. Куча положительных отзывов, я сам ставлю сайту лайк. Так как тут реально есть все шансы на победу. Перейдя по ссылке, ты получишь халявные монеты, с помощью которых сможешь ознакомиться с игрой и выбрать для себя подходящий режим. Удачи! Застаклась? Да, да. Он, видишь, стрейфится от кайлов. Вообще прохаванный тип, но не работает такая тема. Я показал, что два раза буду давать первый. Точнее третий. В итоге дал первый. Или манна был... О, у тебя манга, и второй, третий, он не умрет? А-а-а-а, забайтил тебя, посмотри, а? Или ты сам-то хотел сделать? Да не, не сам. О, серый умер. Ну, я думал, вот так же ты сделаешь, но он, видишь... Блин, мы же паузу не поставили. А, ничего страшного. Пауза будет на более важный килл. Нормально, да, ребят? Да, еще герой как-то странно ходит. Ему убивает гостей на паузу. Герой как-то странно ходит. Видишь, я нажимаю дына, и он бежит на крипа. Да, да. А он должен на месте замахиваться. Из-за этого я делаю ошибки на линии. А-а-а, может, он фанат аниме тоже? Из-за этого ему не понравилось, что такой Никсей поставил. Я не знаю. Надо ренжа забрать с собой. Многие на этом моменте выводят пачку хрипов. Это надо прочувствовать, если бы он развернулся, я бы развернулся обратно. И не пошел бы за рунной. Знаешь, типа, фишка, пачку увезти. Да, 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 чтобы на халяву ее забрать. Да, да. И ты ему не мешал. Нельзя давать такое делать. Он, наверное, уже передумал, наверное, с собой лобби играть, слушай, счастливо. Не, не, он как раз таки и лоббер. Я просто иду, даю кайлы просто в тупую вперед. Он знал, что у тебя первый акадей и третий есть. Да, да, да. Я особо не думаю. А он, видишь, он все это знает, что я хочу сделать. А у тебя практика в лобби есть вообще? За всю жизнь играл где-то турнир А4, так немного. Если я подготовлюсь, где-то на Тир-2 могу выйти. Ну, то есть не на уровне вот тех пацанов, которые всю жизнь играют. Не, 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 я вообще лобби. Я играю, понял, по 10 игр в пабе, но не лобби. Так, ролл, да, надо написать? Да, 1-7. Надеюсь, не рапира. Точно не рапира, я уверен. Это гарпун. О, нормально. Мана будет? Мана реген будет какой-то. Притягивай, не будешь. Девочка, гарпунчик. Это нормально. Бруду притянуть пару раз. Я активку не контролю. Так, с чего собирается гарпун у нас? В сабле, да? Да. Активку не контролишь, да? Забыл, просто забыл. Ой, такая шикарная активка. О, все. Убруды развязались руки, ребят. Мне просто нужен вард, и он ничего мне не сможет сделать. Ак ты, смотрю, ультимейта на шестом берешь? Очень часто, да, беру. Почти всегда. Очень много хайлайтов с ним бывает. Это как защита от ганга. Ну, тут ганга навряд ли будет, но если нападет с паучками, возможно, если он ошибется, он умирает под мою ульту. Тут я особо не фармлю лес. Да и я так лес мало фармлю, я в основном именно лейнер. Вау, кстати, хорошо сделал. Блин, он там остался. Насколько? А я третьим не помню? А у него еще одна пачка паучков была наготове, прикинь? Он хочет тебя убить. Для меня ведет, получится, схожу на базу. Короче, я даже уже забыл, что я объяснял. Забрал ультимейт на шестом. Да, да, ну это как защита от ганга, от ганга килл можно сделать и так далее. Кто не знал, а может вы сейчас это знаете, видите, думайте об этом. Юра абсолютно очень похож на актера Томаса Шелпи. Часто очень говорят. Да, я у него спросил, и он говорит, что на каждом стриме, ему говорят, что он похож на этого актера. Я у него просто спросил, тебя никто не играл, что ты похож на этого чувачка, а я говорю, каждый стрим. Так, ладно, может попробовать его бить под паузу на этот раз, потому что он что-то там наглел. Ага, какой не работает. Это я в полигоне тренировал долго, чтобы оно сработало. Ну я на бруде над рот, он точно не 4К-плеера, я вижу уже, это его муун. Да, да, да. Он нормально играет. Все равно линию при таком подходе не выиграть. Если играть я буду полную силу, то вообще шансов не будет. Ну ты и так линию у него выиграл. Вот эти вот, эти врывы минера, я вот очень люблю эту манту. Я ее в полигоне очень долго тренировал. И агры, акса получается в паблике, доджить и так далее. Очень люблю этот артефакт, когда мне говорят, не скучно ли тебе играть на физи, я говорю, я играю с мантой. За цель стоит за доджить любой скилл. Да, за доджить любой скилл цель стоит. О, очков, смотри. Достал. Я его могу убить. Может, только ты убил, блядь. Тычки не хватило. У меня койл в кд был, понял, который должен был в манимузале здесь. Ребят, минер в миде, если что. У меня два типа ставят против бриста и почему-то не убивают его. Хотя вот сейчас должны убивать были за колбу. Ничего страшного в этом нет. Так, будем статы закупаться. Больше статов нужно. Быстрее будет гарпун. ТП лучше дать сюда. Я не знаю, сколько у него паучков и где они. Есть мид помощь? Да, я могу прийти. Да просто отогнать надо как-то ее. А, давай, у нас два потопить. Возьми хосту. Достань ее в этих месту. Убить. Еще одну колбу? Нет, нету, нету. Блин, там и лайфстиллер фрифармит, и этот фрифармит. 11-6-6, это вообще. Так, надо зато гарпун брать и идти гангать, правильно? Не знаю. Ты скажи, ты нам скажи, что делать ТСК. С гарпуном можно суету сделать какую-то, потому что контроль появляется. Которого СФа нету. Ну, пруда точно не ожидает гарпуна тебе. 100%. А, там огромный Найкс будет. И обидно то, что Найксу плевать на маг СФа. Да, да. Еще даже после рейджа опытные Найксы, знаешь, что делают? Они понимают, что СФ ждет, пока закончится рейдж, и под конец рейджа залезают ультой в союзника, чтобы ты не ворвался в них. Да. Это именно задроты в паблике. Вот так пытались меня контрить. Так, ну, с дальнего Кайла можно начинать на бруду, правильно? У него часа в честь будет, он будет тебя пытаться убить все время. Да, да. А уже лейнинг закончен, в принципе. Стрейджом прожатым вышел. Да, да, да. Голова-голова. Надо его пить. Надо идти в них. Но они такие быстрые, это, посмотри, просто уже все. У него Яша? У него все. Там будет спамик. Да, нет, ты еще забил. Да там ухли до бузера, бустера. Помогите, у меня руна-счета, ребят. Я его могу притянуть. У него варди стоит или что? Какой тянул? Скорее всего, возможно. Просто может увидел, когда я сюда вошел. Сломали. Сломали, да? Сломали, да? Сломали, да? За этим сейчас особо не слежу. Это времени нет. Гаркор есть, ребят. На экспортах по 1-6 потом. Да, да, сейчас пар пачек профармлю. Помоги, Слардер. Помоги. Это что такое? Одного убил. Да, да, да. Ну вот, видишь, это просто. Сложно. Так, ролл 1-6, да? Угу. Три. ВКБ. Так, ну уже неплохо. Как раз физосеф, да, получается пока что? Против доминирующего драфта, которым намагивают, типа, похуй. Ну, морф нормальный. Посмотри, ни фидел, ни разу не нафидел. Не отстаёт отстаёт. Ну да, если затянуть, не потерять все вышки, один раз на экспо дайвит с виспом. Да, да, так и есть. Там ещё опять, типа, стакаются. Ну, они в пинтеро, можно сплетить. Да. Пока ли время есть. Сначала это я профармлю, а потом пойду. Ну, понятно, да. Прям много фарма. Хорошо, что мне БКБ выпало, потому что у Бруды Уорчит она будет это контролить всё. Все вот эти регвиемы. С БКБ я смогу нажать регвием нормально. Парни, вот он. А, не решили дефать, морфа убили. Да, зря, зря. Нельзя так дефить в такой ситуации. В такой ситуации надо вот этот тавер забирать и тут фарм. Надо просто двери не сплетить в такой ситуации. Не надо драться, пытаться что-то сделать. Хорошо, Бруду убили хотя бы. Я даже туда и не думаю идти, это бред полный. И игра тяжело намещается. Да. Не знаю, они опять идут драться. Когда есть темплей, у команды она тяжелая. А у них он есть. И тут такого очень мало. Они всё время хотят убить виспа. Нападает на Найкса, под которым будет висп. Убили. О, стрит получил, прикинь, на морфе. Это хорошо, это хороший знак. И что еще плюс, то, что я фармлю. Да, ты еще пропушил линию. Шикардос, минус три слышу. Смотри, обычно в такой ситуации кэрри должен играть здесь. Но если ты видишь, что твой кэрри здесь не играет, он молодец, пошел. Играешь там ты всегда. Это помогает выигрывать в паблике. Потому что отрываешься по нету, что сильно. Согласен, нет смысла с ним. Пятером сейчас тоже там сдох бы. Как обычно, четыре качалости пошел бы сейчас драться с командой. Бывают ситуации, что эту зону никто не качает, а я вот, видишь, просто там где-то косарь голды поднял с чем-то за минуту. У меня на игровом канале я показывал связку. Марси-СФ. Знаешь, что такое? На линии типа? Сизи линии. Марси-СФ. Неплохая. Я не умею играть на СФ, но я выиграл все игры без шансов просто за 20. Ничего себе. Я, знаешь, даже Кайлы брал в раз числа для замедла, и вторую, третью качал. И все. И ты восьмой левел с МОУ с ПТ. Марси на тебе, допустим, пятого левела, она на тебя кидает этот барьер. Ну, чтобы ты в лайф селился. И ты идешь рейт-кликом, с ней любого убиваешь. Просто похер. Неплохо. Ебать, это что за новая мета, блядь? Гарпун, гарпун. Это супер новая. Ты еще не знаешь прикола. Я еще видел мету, знаешь, в американских пабликах. Артизи же любитель играть на СФ. И он пару раз колил брюмастера взять. То есть тип стоит на месте, у него нет мувспида. Туда залетают три кайла, и потом еще продлеваются, и все. Именно через скейл и СФ брюмастер. Это просто жесть вообще. Просто пятерка брюшка. Ага, пятерка брюшка. Да, возьми мне, у тебя будет замедло. Я стакаю пять кайлов, и ни один герой не стоит. Так, главное сейчас не потеряться в пространстве. Он за тобой выехал. Уже, уже, уже. А, у них же всегда есть релакета, да в этом думать. Реально. Да, да. Бруда опять в соло. Мы не тратим время, мы не даем ДП. Давай типнем ее. Давай, давай, по приколу. Фидер. Мы на такие киллы время не тратим. Мы дальше набираем нетверс. То есть, видишь, уже 210 скрипов. Я думаю, в идеале у меня могло бы быть тут 240. А мне выпало БКБ, да? Я подумал, сейчас на рантоме, прикинь, собрал просто так. Не-не-не, тебе выпало. Да, нормально. Колбу дай, колбу, колбу. Задутжил. Порсик. А, с руки можно, да, крайне? Да, молодец. Еще одну. А, гарпунчик можно дать, например. Прикинь, я забыл, что он у меня есть. Потому что я с ним не играл 100 лет. Прикинь, заходу. Да, да, да. Я сам только вспомнил. Увидел сейчас, что у тебя гарпун. Я смотрю, да, у меня гарпун в инвентаре. В смысле, 100 лет ты с ним вообще никогда не играл? Ни разу. Первый раз в жизни собираю его вообще на всех героях. Знаешь, гарпун мне все напоминает? Когда-то, помнишь, Эбисел был? 600 рейнджи прерывал. Тут этот мага Сэ был популярен. О, вот сейчас гарпун сработал. Нормально было? Нормально. Я не знаю, зачем я его дал, но пусть будет. Нужно было недовольствовать. Я думаю, груду убить. Потому что он, видишь, нажал рейс на рейссилере. Давай еще. А вот и гарпун. А вот и передай мне, ребятки. Гарпунчик есть у нас. Ну что-то на менюре. Убили? Ультра. Глупа. Вообще хорошо. Ультра очка. Я же говорил тебе, морфинг. Легенда. Так, сейчас ролл, да, делаем? Это абсолютно 1-6. 1-6, поехали. 2. Аркейн Блинк у тебя спит. Ой, вообще отлично. Теперь у меня есть еще врыв. Даггер БКБ ульт, типа, да? Да, да. Я уже, то есть, купил половину, у меня уже есть слот. Считай, хороший этот... Уже Юл, да, этот клик взял просто? Не-не-не, я имею в виду Аркейн Блинк. Чем хорош в этой лотереи, типа, у меня уже есть полшмотки. Я еще все не нафармил, но у меня уже есть шмотка. Мне уже летит даггер. Они что-то вместо того, чтобы фармить с виспом, они пошли всю карту пытаться фигачить и тем самым заруинили игру. Они, может, знаешь, и пошли правильно, но они должны были это делать в пятером. У них кто-то по одному постоянно умирал. Аккуратно, аккуратно. Вы там без нас. Ну, они, знаешь, убили наших и остались. Не рефилинули себе рейса, ничего. Да, да. Пошли дальше. Из-за этого у них и проседает игра. Давайте Бруду убьем, она же в соло. Давай-давай-давай, Бруду, давай-давай. Вот и попалась на комбинацию. Ты сейчас сделал вид, типа, ты ее не видишь. Да-да-да, я не мимо пошел. Аккуратно, рела может вывести. Блин, такой там быстрый. А, гарпун же есть. А, гарпун же есть. Это я не доигрываю, медленно кнопки жму. Я вот вижу за собой, я очень медленно кнопки нажимаю. Ты говорил, Оксимирон, это не я. Быстро читай, это вы медленно слушаете. Да. Только в твоем случае наоборот. Давай попробуем прикол, я не знаю, получится он или нет. Ладно. Давай-давай. Я хотел ультануть и гарпун нам подушить, типа, притянуть. Не, не работает. Не, не работает. Не работает. Так, все, до свидания. О-о-о-о-о, хватило. Что это было? Я пока бы это, кстати, нажал бы, не хватило бы дэмэджа. Ну хорошо, нафидил это хорошо, игра затянется, надеюсь. Создал момент. Ребят, всех стянул вам. Всех стянул. Момент создан. Я полчаса, понял, думал? Что бы сделать? Хотел вот эту тему протестить, понял? Реквием, гарпун, чуть-чуть зацепит, не зацепит. Так не работает. Но игра зато затягивается, да. А, Илюша третий. Посмотри, что там такие мясы. Четы какие-то, да, там? Три мяса. Хотелось бы Аркейн и еще одну шмотку до окончания игры, как минимум. Ну слушай, у нас курица появится, как раз к этому моменту плюс-минус будет Аркейн Блинк. Да, вот я вижу, что я его взял. И можно будет загадать на его шмотку. Может задрот, его никто убить не может. Потому что, чтобы его убили, я красиво в файт пошел. Ну вот наш клиент. Ай, гарпунчик. Что это было? У меня хп закончилось. Тебя за секунду стер на пруде. Это что такое вообще? А, это Блатон. Да я понял, ну что так быстро-то? Я даже БКБ не успел нажать, чтобы по мне магию не били пауки. Да, 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 это жесть. Просто одну шмотку собрал, конечно, найс герой у него. Ладно, сейчас с ним лобак сходим. Покажет на эсэссе, что может. Сейчас, сейчас, да. Ну блин, Аркенблин, жаль, не купили. Курина не было там на месте. Бабки-то были почти. Да, да, да. Да, но в Аферике будет задрот местный. Походу, конец мероприятия. Ну давай, ты да, хотел. Я вот себе, давай хотя бы. Койл пошел, блядь. Нормально сразу, просто, колецкий. Это было, когда плохо делить и нажимаешь, знаешь, герой разворачивает просто на 360. А ты, кстати, активно пользуешься Directional Move вот этим? На лейнинге прям вообще. И так по игре тоже. Много есть хайлайтов, особенно в ТикТоке, где я использую Direct Move. Там кайлы идут за деревьях и так далее. В целом, да, я активно пользуюсь. Так, сейчас ролл, да? Ролл 1.5 или сколько? Как сейчас, подожди. Давай, посмотрите, какие предметы у нас выпали. 1.4. Я скажу, что выпадет. 1.4 выпала. Рефреш. Получается, если 1.4, то это рефреш. Да, ребят, объясняю, почему рефреш. Потому что я второй, третий исключил. На втором слоте был Arcane Blink. На третьем БКБ. Это уже у нас есть. Я их просто убрал. И 1.4 сделает все, что осталось. Получается рефреш. Или уж и третий поплывет. Слушай. Плывет, плывет. Вудка поплывающаяся не плывет. Вот мне интересно, вот такие, да, на Дазлов, там такие бафы. Мега мифа есть. А вот что вот на СФ будет когда-нибудь, знаешь, прикинь, вот у мифа, да, герой 6к хп, он собирается, 50 армора. Топ-1 для рейтинга недавно был. Мипа. Да, да, пока дисперсер не порезали и там некоторые моментики. Да, да. На СФ и такого нету. Был Arcane, но и все равно. Ну, он как-то неплохо тебя чувствовал, когда я писал был рейнджовый, там вот этот вот маг СФ, помнишь? Да, да, вот были эти моменты. Но все равно попробуй это на фарме все, на игре с высокой оверагой. Где ты тот же самый СФ на лайнинге, где тебя тушат саппорты, играют активно. Блин, ну какой-то снос пошел. Давайте отойдем после этой. На Рошана может или нет? Надо оттягивать, оттягивать. Леон, не хочешь комбинацию сделать? Лайфстилера стан дать. Вот он, смотри, потратил рейдж, Леон. Леон, 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 Леон. Ай, еб твою мать. Уходи, уходи, давай ждем, ждем. Давай смог, нажимай смог, смог. Отходим. Сейчас, сейчас красиво сделаем. Пять секунд, я дагер. Отлично, отлично. В найк, в найк всегда нужно, чтобы он нажал. Давай в найк, в найк. Делай, делай, делай. Дай, ульт стан дай. Дай, еб, ну не дает и все. Ладно, поехали. Это ничего куплевать. Я сейчас просто, я просто умру. Ничего куплевать. Я два раза просил, чтобы красиво было. Да. Ладно, возвращаем. Красиво вышло. Возвращаем интригу игре, будет рефрешер. Ну, я понял, теперь, короче, Виз будет с Бристаллбэком крутиться, а не с наексом. Он уже понял, с кем надо здесь двигаться. Да, я без рефрешера не могу, понял, с кустов начать кастовать. Мне нужен рефрешер для этого. А так я хотел под стан. Ну, ну, он не может дать хекс там, ну, че, блин. Просто не может, и все, ну, ничего страшного. Так, а боттл я, в принципе, продам. Бастает от рефрешера, он мне особо и не нужен. Слушай, ну, еще один такой фит уже будет, такое прям. А пусть будет, пусть будет. Ну, Бристаллбэк, это реально угроза против Мага Сефа. Я им ничего не сделаю. Но Морф разберется. Че, парни, может, Сильвер против Бриста кто-нибудь? У Бруды вообще шмоток нету. Наверное, БКБ фармит, раз шмотки не появляются. Да, бедолага на Бруде. Мы снесли две стороны, надо забрать Рошана, пойти по третьей. Они в сторону, навряд ли, снесут. Все-таки забирают в сторону. А, второй глиф, окей. Нормально, неплохо. Также, ребята, я хочу повесить вас о том, что я провожу розыгрыш 20 аркан в своем телеграм-канале. Для участия нужно всего лишь быть подписанным. Такие мероприятия у меня проходят частенько. Еще многие спрашивают, как попасть в видос, как сыграть с проигроком и так далее. Ответ просто строго через телеграм-канал. Также там вся инфа о будущем каналов, обо мне и многое другое. Залетаем в нашу семью, мы тебя ждем. Так, ролл сколько? Подожди, 1-3. 1-3, да? Да. О, что там? Рапира. О, для магического прокаста, правильно? Да. Стрели, вон, постарайся либо Лайс Силера, либо Виспа. Не-не-не, это... Не, не его. Вы не слышите? Не то, не то, нельзя, нельзя. У кого Хекс? А, на бруде. Бруда с Хексом любого убивает. Так, Леон, сможешь Лайс Силера дать Хекс Стан? Давай с тобой Смок нажмем. А я постараюсь. Давай Смок. Нас пауки не увидят, Леон. Он не попал. Он не попал, там рейдж. Пофиг, я влетаю. Давай, давай, давай. На-а-а-а! Меня Брис стер из-под урона. Меня просто тип стер. Все, уходите, уходите. 2 бай, нормально. А сыр я... Ты же кто-то стер? Течиса, Течиса убил и все. А он под Рейджом был, да? Да-да, но у меня Морф из-под Аеги, понял? Реслался. Хотел его засейвить. Но он, видишь, в итоге он выжил. Просто за ним умер. Хотя зачем? У него 6к голды, бай есть. Главное, чтобы этот меня Брис не схавал. Столько урона залетело. Стан будет? Это понятно. Ёлки-палки. Все нормально. Этот присталбек, это просто жесть. Да-да-да. А Сильвер кто-нибудь купил, кстати, нет? Нет. Если еще Висф с ним будет играть, это еще будет беспредельно. Надо ему выключать. Что и заходим? Возможно, даже сейчас придется. Ладно, я, пожалуй, сделаю так. Возможно, придется мне его нажать. Гарпуном, кстати, практически не пользуюсь. Забываю. Ну, потому что ты не привык к нему, понятное дело. Пока ты не напомнишь, ты его не будешь нажимать. Дефолт. Так, ладно. Прямо, слабая. Рэйдж заканчивается, но есть БКБ у него. У него БКБ. Видишь, сразу залез, сразу залез от моего врыва. Все, все, выйдем нормально. Да, знает, да, что ты хочешь упуганить. Все понимает, все понимает. Если будет стан на развороте, ты будешь делать, Леон? Стан ластилера, стан ластилера. Стан, 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 блядь! Наконец-то он смог это сделать, слушай. Юр. Наконец-то он смог это сделать. Так, пичку, Луни. Не нажал карпун. Это вот для замедления, для замедления просто. Ластилер появился. Куда-то пропал он на бруде. Да, он убежал на эмэсчах. Ладно, ну хотя бы комба получилась. Убили лайфстилера, правильно? Победные фраги. Ластилер стерся! Это что было вообще? Как же Морф его уничтожил просто. Бустер какой-то. А давай спросим насчет лобби. Что по лобби? Сейчас я его добавлю в пати и поиграем. Давай, давай. Я уже понял, что на бруде там что-то в лобби какой-то имеет опыт. То, что он пытался от Кайлов стрейфиться. Я в принципе к этому не вернулся. Что-то есть, да, у него? Да, да. Что-то у него есть. Давай добавим его в пати. Давай, давай. Здесь он не засыт. Пошел, смотри, а! Он сжарит. И сразу лобак создал. Зээксэ лобак называется. Ничего себе. Так, ты знаешь, да, вообще какой-то там закуп делает лобби-плеер? Да, да, да. Я же говорю, если я потренируюсь на тир-2 уровень выйду. Вот я играл последний турнир как раз из всего четырех в жизни, дошел до одной четвертой. И проиграл именно уже на тир-1, понял? Четырех выиграл, там даже тир-2 были среди них. Это вот последний турнир, который я играл. На тир-1 проиграл. Давай, давай, посмотрим, что мы сейчас с ним сможем предоставить. Посмотрим, да. Он не заданал рейнжа, а получил с него экспо. Это хорошо получилось, да? Да, хорошо получилось. Ну, он же какой-то мантраж поймал, как будто бы. Да, ну видишь, и я в такой форме, что плохо все делаю. А он вообще очень плохо все делает. Все, он зовет лобби, значит, он там сидит, играет. Можно фласочку с него выбить вот так. Но он уже понял, что это тоже необычный пряник. Как он думал. Да, да, да. А, кстати, я сейчас умру. На то никого. Я думаю, что ситуация сейчас равная, плюс минус. Я думаю, да. Вот этих крипов им давать. У него, видишь, у него даже стика нету. Он сейчас переворачивает. Потихоньку. Мой плюс, что у меня есть стик. А что, ты можешь на этом ее переиграть в моменте? Да, да, да. Он еще лень пачки держит. Я этим вообще не занимаюсь. Он только стик принес. Ну, тут же до одного килла играется, правильно? Да, да, одного килла до одного. Ну, мы с ним не будем завтра церемониться, если он захочет. Возможно, если в лейт зайдет, мне кажется, в лейте я выиграю. У меня потому что брейсер, у меня стик. Я промазал. Он не попал. Вроде он не успевает. Блядь, я не нажал в нестик, не этот, не фейрик. Еще одну. Нормально. Мы даем ему реванш? Я просто паутины просто хотел поставить, прямо сейчас. Честно. Ого, еще одну. Думаю, бля, где паутины моих. Чувствуется, вообще не чувствую, лосхит, ничего. Что это за 5 позорных предметов, которые ты купил, можешь рассказать? Так я же игру выиграл. Ну, ты же купил просто 5 позорных шмоток, по факту. Так потому что против меня позорный игрок был в миде, может. Вот так вот, да, заговорили? 5 позорных шмоток, мне говорит. Спросил бы нормально, что за шмотки, я бы ответил. Я его хочу на 2. Давай фл концентрэйшн. Это можно сделать. Да. Слабая игра. Он такой, почему надо напрягаться? Позорного игрока в лобби, как бы надо выиграть. Сейчас будет 2-1. 2-1, да? Да. Ну, а на. Может, он теперь один в лобби-плеер? Не знаю. Хорошо играет. Бру, ну, если ты реально Prada, ну, типа, у тебя просто войс реально похож. Ну, это, конечно, пиздет. Ну, ничего. Он идеально второй койл рейнджу знает. Видишь, я даже чуть микрострейв делаю, он все равно. Да, да, он хорошо играет. Ребят, это какой-то лобби-плеер. Чувствует... Это не какой-то лоб 3К. Это реально какой-то плотный тип. Он еще себя... Он еще себя Тер-1 лобби-плеером называет. Вспомни, знаешь, что такое вот Илюшева какой-нибудь? Не-не-не. Ну, он сначала просто в салат проиграл. Прям, не представляешь даже, как сильно... Ну, сейчас я вижу, пока я сюда... Ты еще третий взял? Постараюсь я ему вообще шансов не давать. Давай, Бо-3. Вот сейчас видишь, как сыграл? Просто вообще без шансов не оставил. А что ты под Тер-1 лобби-плеерами подразумевал, когда говорил? Ну, мне просто понравилось. Я увидел Дед Нарезку. Ты единственный чел, которому говорят «Гоу, лобби с дедом». Ну, хотя он понимает, что на Деде лобби не закончилось. Ты хотя бы нормальных людей там назвал. Приятных. То, что я говорю, ну, я понимаю, что он не выиграл ни одного турнира 1 на 1, поэтому и называю людей, которые стараются, а их никто не знает. А это реально, ну, твой вот мейн прямо сейчас, правильно? Потом узнаешь, напишут знакомые по этому поводу. Да не напишут, бро. Это я про видос говорил. Я себе могу... Да, я понимаю. Блин, ну не хватает. Что ж. О, я отдал, прикинь. Ладно, все, не будем тебя отликать. Ладно, загоняем, загоняем его под тавер. Урубить никто другой, правильно? Не знаю, это фишки. Да что, 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 что с мясами у меня? Ты это видишь? Это кошмар. Смотри, когда такая большая пачка стакается, на тебя в лоббаке нужно уводить вообще далеко, потому что есть вариант, что он получит второй и вообще не даст мне ничего добить. Просто вот так. Получил, он получил уже второй. Хорошо, я это, кстати, подметил. Хороший умер. Просто уходим. Сами получаем второй. Пусть фармит, пусть фармит. Оооо. Красиво. Ренжа не добил, отлично. А как не хватило? А, у тебя демод очень мало. Это было считаемо, что он сейчас захочет. Он такие штуки любит делать, если не замечал. Это с мини-разворота Койл. Как Миракл? Это просто дефолная штука. Тот, кто дает Койл с разворота, у того преимущество. Сложно на него среагировать. А, реально? Типа он первый дал раз Койлов, и он первый закончит третий Койл, да? Это такая психология есть, когда идешь, дайвишь его, делаешь резко шаг назад, и потом на него, и он развернется на тебя. Ну, понял? Типа такая психология Койлов. Но эта фишка работает только с теми, кто слабо понимает. Просто неожиданный разворот, понял, называется? И он играет зачастую в пользу того, кто его делает. А опытные игроки не ведутся на такой разворот. У меня тут просто на рандоме получилось, потому что я в лобби не опытный игрок. Просто получилось. Он же не лобби-плеер, ребят, он не лобби-плеер. То есть он, да, там что-то где-то умеет, играл когда-то чуть-чуть. То есть это не тот чувак, который... Мне надо раскликаться, тогда максимум, я не знаю, тир-2 только смогу. Убирать. Тогда выигрыш и тот, кто первый Койл, да, кинул? То есть тот, кто кинул и хочет второй стак. Вот если честно, не всегда. Выигрывают тот, у кого позже спадет дебаф. Тот, кто лучше простакает. Вот чем фишка. Еще выигрывают тот, кто грамотно распределяет резы. Короче, все решает. Это вообще другая концепция игры. Многие проигроки в лобби, даже ГПК, они не смогут выиграть тир-1 игроков в лобби. Ну, это понятное дело. Просто невозможно. Мне кажется, даже тот же Дин ГПК выиграет. Да, да. Я попробую два брейсера взять и потом две фласки. У меня по шмоткам все лучше. Теперь мне нельзя... У меня пятый левел, мне нельзя давать ему позицию на речке. Да, так ты должен просто взять и заденайдить эту всю пачку, да? Да, да, да. А Калайми его зонить. Видишь, я сейчас резко развернулся и на него сделал движение. Да, да, да. И он на меня повернулся. Такая вот маленькая фишечка. А что ты сейчас третьим не продлил ему, интересно? Мне показалось, что не смогу. Не знаю. Теперь у него другая ошибка. На такой минуте лучше Кайлы давать именно по назначению. На фарм. Либо на стопроцентный килл. То есть он, видишь, перестал фармить. Ну ты его кого-то сейчас поентворцу неплохо так обгоняешь. Да, да, да. Он что, все это время на юл фармил в смаках тоже? Мне показалось, знаешь, что он все продал и в Shadow Amulet встал. Я бы это проконтролил сейчас. Я бы просканил его. В Shadow Amulet такая, знаешь, фишечная тема. Да, да, да. Типа All-in встать под... Видишь, из-за того, что опыта мало, я не могу разыграть нормально свое преимущество. Там пару Кайлов застрейсил. Все. За счет тапка сейчас могу прогревать его. У него денег на рез и нет практически. Сейчас у него рез и выбить, и он все. Я сейчас покажу вот так вправо. Попадает все равно. А что он купил? А, он тапок взял. Сейчас с ПТ, который у тебя там в теории появится, как будто бы ты просто стоял койл две тычки и уже будешь перебивать под пассивкой. Хотя фиг знает. Может, они шарят? Ну вот, сейчас хороший милл будет. Просто обденайл чувака. Когда же он уже сгастся. Это не из-за того, что он хорошо что делает. Это из-за того, что я плохо. Именно контроль в лейтгейм. Сейчас хорошо было. Может, ауру пофигачить. Да, ошибка от него была. Слушай, ты можешь просто пойти там где-то с макахами и пойти в табор сломать. Да, да, да. Да не, сейчас нормально, просто красиво сделаю. Блин, я правильно взял талант скорость атаки? Интересно, вот это мне. По-любому. Так, он стики постоянно нажимает. Я тоже могу. Почему бы и нет? Надо, знаешь, пачку крипов подблочить. О, видишь, он... Когда кайлы в крипов он не нажимает, он проиграл. Видишь, он кайлы в тебя тратит. Тут фул пачка. И все, только этапа можно разбить. Ёлки-палки. Ты видел, я не попадаю просто. Да все тут, губи. Ну такая. Зато отыгрался 2-1. На верочку сыграл, кстати, видосик. Чтобы не опозориться. Видосик уже сколько записываем, да, в итоге? Какого-то полдня. Да. С этими лобби. Молодец, молодец. Первый проиграл, две наказал. Давно не играл, давно не играл эти лобби. Но красиво. Одну проиграл и две выиграл. Хорош, красавчик. Вот так вот, ребятки, что? Так что, мистер Абсолют, в прошлом Брадо, показал, что даже не играет, а, кстати, в лобби он может... Я уверен, какой-то полу-лобби-плеер, который там тренируется. Видно было, что там что-то... Да, знаешь, я тоже тренируюсь, я много моментов понимаю, но у меня почему-то на этом аккаунте мышка на руке не лежит. Я не знаю. Даже в пабе Кайлы медленные были какие-то. Да, это уже снимал. Самый разберзан. А что вот так вот, ребят, что могу сказать? Залетайте к Юре на стримчанский, передавайте приветик. Ну и смотрите, как мистер Томас Шелби играет в доту. Тебе тоже привет будем в ТикТоке передавать, я думаю. Это нарезки этих видосов, которые у тебя в ТикТок пойдут. Давай, давай, отлично.